Всем привет! Посылка из Китая Алиэкспресс. Посчитал, что вещь нужная, поэтому заказал ее. Показываю вам. Значит, по этому типу такая вещь уже есть. Пришла. Сделал я обзор. Это второй вариант. И вот я хочу посмотреть, какой из двух этих образцов будет лучше. Ну и, соответственно, вам посоветовать, если кто будет брать, чтобы вы уже знали, не экспериментировали, а приобретали сразу тот или иной вариант. Это пистолет. Пистолет-пенообразователь, попросту говоря. Ну, что-то его как-то закрутил, непонятно. Вот такой. Ну, тоже прикольный. Такой вот пистолет. Распылитель. Тут вот такая вот система. Значит, один из таких вот я показывал. Вот такой вариант с бачком для мыла. Мыльной для мыла. Здесь бачок в самом, я так понял, корпусе или же нет. Вот задача. Что это? Что вот это бачок? Вот это бачок с таким вот отверстием. С двумя. Так, надо разбираться. Я что-то не пойму. Ну, по идее, да, наверное. Клапан, вот, при нажатии. Открывается. Отпускаем. Закрывается. Вода подается. Ручка прорезиненная. В общем-то, наверное, будет удобно держать. Я думаю. Так. Регулировка струи разными типами. Душ. Ну, как у обычного пистолета. Так. В данном случае. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В данном случае. Раз, два, три, четыре. Ну, и кажется, эта модель. Вот пистолета. Данный вариант будет подешевле этого. Ссылку оставлю я и на тот, и на тот. Переходите, приценяйтесь. Просто мне интересно. Из этих двух вот вариантов. Ну, какой будет выгоднее брать? Какой будет лучше работать? Лучше распылять? Лучше пену образовывать? Бросать пену? Ну, вот такой. Вот. Вот. Только вот я вот этого не понимаю. Так. Это зажимается, по идее. И просто вот сюда наливается. Жидкое мыло. Или шампунь. Все. Получается вот такой вот небольшой бачок. Почему-то я думал, что именно встроенный как-то в корпусе. Потому что так с виду пробка показалась мне. Думаю, где-то вот, наверное, в этом месте полностью все заполняется мылом. И, в общем-то, как бы подумал, этот вариант не так, ну, в случае падения, там, более будет устойчив к ударам по сравнению с этим. Потому что тут сразу лопается, трескается вот данный стаканчик. И все, и попробую, наверное, его найди. Точно не знаю я. Поэтому этот вот взял попробовать. Ну, смотрю. В общем-то, идем испытывать. Так, испытание пистолетов. Шланг уже готов. Под давлением. Моющая, обычная. Давайте какой? Давайте этот сразу. Я так понимаю, сюда мыло. Не смотрел я еще даже никаких видео, как их использовать. Эти пистолеты. Поэтому все проверяю с вами. Видите, сухие они, не пользовался ни разу. Вот, надумал сегодня. Сегодня это сделать надумал. И делаю это с вами так. Подключаем. Есть. И будем дуть в сторону ворот. Что тут у нас стоит. Ну, как бы пена есть, смотрите. Так, это такой вот напор струя. Давайте переключим. Ну, это чересчур рассеянный такой. О! Ну, видно, что мыло. Мыло идет. Прям стекает мыло. И запах пошел хороший. Ну, как вариант с мочалкой одновременно тереть и мыть машину можно. Или же на ковры наносить. На ковры наносить, я думаю, то, что нужно. Так. Вот. Вот. Тоже неплохой вариант. Ого. Ну, это центр. Тонкая струя. Тонкая струя. И все пошло по кругу. Так. Давайте посмотрим расход. Что у нас израсходовал пистолет за это все время. А, ну, тут не поймешь, потому что... Потому что здесь все в пене. Оно взбивает, видно, пену. Ну, в общем-то, что... Можно пользоваться таким, насколько только хватит его. Так. А тут в шланге просто надо было сразу прогнать зеленку. Открутив бачок. И взяв с бачка вот крышку. Можно использовать аппарат. Данный пистолет уже как просто поливочный пистолет. Или же, например, смывать пену уже чистой водой. Бачок вот, что собой представляет. Здесь вот такое маленькое отверстие. Жеклерчик. И через него подается мыло. В общем, неплохой пистолет. Давайте испробуем другой. Этот, наверное, все-таки более серьезный тем, что вместимость мыльного раствора у него поболее... не буду полный наливать. Так. Скорее всего, тоже в этом баке будет пена образовываться. Поэтому, как бы, увидеть его расход, наверное, будет не совсем возможным. так, тут с фиксацией удобно нажать и не держать клавишу. Так. мыло сейчас, я так понял, не подавалось. сейчас вода и вот подача мыла. Давайте с максимальной. Поставил на максимальную. Посмотрим, что происходит в бачке. Ну, идет, подается пена. Так, другой. Так, душ. Ну, душ, душ такой. Вариант не не сильно. Тут, как бы, хочется, чтобы струя была поболее. Ну, и тут тоже. Опять же, все зависит от давления в вашем водопроводе. если давление слабое, понятно, что и не сильно эффективно будет это все дело. Так, это вообще как-то оно непонятно. ну, вот, центр самый такой вариант, я думаю, неплохое нанесение пены. Ну, и расход, я вам скажу, не сильно, как бы, наверное, иногда нужно брать мыло взбалтывать. оседает на дне бачка или же, по идее, должно его взбалтывать уже давлением. так, давайте это на максимальной подаче мыла все было поэтому, ну, как бы, наверное, средняя и минимальную подачу не совсем будет заметно. Тоже давайте просто переключим на воду без мыла. Так, 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 ну, да, видно, что чистая вода пошла сюда смешение не подается воды в бачок то есть можно, вот, смывать пену которая была нанесена да, чистая вода идет ну, что по итогу долго тестировать все это дело не пришлось потому, что видно видно, как это все работает вполне можно использовать и тот и тот пистолет для мойки автомобилей для стирки ковров ну, понятно это у кого в основном частный дом водопровод вещи я думаю нужные в хозяйстве опять же этот пистолет проще меньше в него влезает жидкости мыльной но он и дешевле соответственно этот пистолет будет подороже ссылочку на тот и на тот пистолет оставлю переходите приценяйтесь приобретайте кому нужно ну, в общем-то вещь нормальная главное относиться нормально не бросать их чтобы они были целости и сохранности не разбивались так все тут даже можно и чистить вот разбирать в случае чего в случае как в этом со шланги водоросли кинуло ну, ничего это все снять можно и почистить на сегодня все всем удачи и до следующих видео до следующих до следующих до следующих Продолжение следует...